В универсальном спорткомплексе Подмосковья проходит открытый турнир Щелковского района по Киокусинкай. На него уже традиционно приезжает много гостей. На этот раз участвуют спортсмены из семи регионов России. Из Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областей, из Москвы, а также из Мордовии. Кроме Щелковцев в турнире участвуют спортсмены из 25 городов Подмосковья. На торжественной линейке перед началом состязаний выстроились каратисты разных возрастов от 8 до 17 лет. Из года в год география участников турнира становится все больше и больше. Мы начинали первый турнир три года назад с буквально 70-80 участников. На сегодняшний день более 300 участников принимают участие в этом турнире. Киокусинкай сравнительно молодой, но при этом один из самых знаменитых и эффективных видов боевых искусств. В отличие от бесконтактных стилей, киокусинкай рассчитана на реальную борьбу и имеет репутацию сильнейшего каратэ в полной мере использующего возможности организма. И одновременно этот вид спорта имеет еще и воспитательное значение для становления гармонично развитой личности. На самом деле киокусинкай переводится в переводе как общество, искатели абсолютной истины. Каждый приходящий в зал тренироваться ищет свой путь сам для себя. И в итоге находит его. Щелковские спортсмены уже не первый год в этом виде традиционно добиваются высоких результатов. Так этой весной они отлично выступили в Белоруссии. Ну я сначала думала, что я ничего не займу, но потом мне это проснулось в такое ощущение, что пустое чувство и вот как-то так. Когда мы полетели в город Хабаровск, было немного сложно из-за смены часовых поясов. Я, к сожалению, проиграла, заняла второе место. Было, конечно, трудно, но в принципе я считаю, что я выступила достойно. Мы практически стараемся участвовать на всех соревнованиях, которые на сегодняшний день проводятся и в России, и в Европе, и в мире. В этот мир тоже планируем выехать. В апреле будет чемпионат мира. Мы тоже повезем спортсменов, готовимся. По итогам районного турнира по Киоку-Сенкай были названы победители. Среди девочек это Диана Фейзулина, Анастасия Авдюхина и Ксения Власова. Среди мальчиков Амаль Нормуродов и Даниил Медведский. Ну а в командном зачете на этот раз первое место заняли спортсмены из Раменского района, второе из Орехова-Зуева и третье из Щелкова. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».